Добрый день! Обычно мы оглядываемся на прошлое человечество с неким чувством превосходства. Вот, дескать, жили наши предки в землянках и не знали ничего круче, чем добывание огня с помощью деревяшки и лука. Однако, подобные мысли от действительности далеки. Ученые до сих пор натыкаются на странные, просто невозможные артефакты, которые показывают, насколько мало мы знаем о нашем прошлом. Вот шесть совершенно безумных открытий, доставшихся нам из глубины веков, над тайной которых научное сообщество бьется уже не один год. Рукопись Войнича Эта древняя книга не поддается никакой расшифровке. Манускрипт будто бы повествует о иной цивилизации, живущей в каком-то параллельном мире. Одни рисунки изображают совершенно невероятных существ, другие же показывают вполне земные реалии. Рукопись Войнича не может быть мистификацией, поскольку анализ текста показал его целостную структуру. Антикефирский механизм Странный механизм был обнаружен водолазами у берегов Греции. Затонувший корабль перевозил множество совершенно обычных грузов и необычный артефакт, датированный сотым годом до нашей эры. Современные техники в один голос утверждают, что в то время такого механизма существовать просто не могло. Только спустя тысячу лет арабы и китайцы разовьются до этого уровня. Более того, антикефирский механизм очень точно показывает астрономические позиции планет, открытых лишь в наше время. Байгунские трубы В 1996 году на горе Байгушань были найдены доисторические железные трубы. Два десятка труб выходят из скальных пород. Будто когда-то они обеспечивали вентиляцию некоему подземному комплексу. Анализ показал, что возраст артефакта превышает 5000 лет. В ту пору человечество еще железо-то не знало, и ученые просто не понимают, как такое вообще возможно. Гигантские каменные шары Коста-Рики По всей Коста-Рике разбросаны гигантские каменные шары. Идеально отполированные сферы могут весить до 8 тонн. Но ученые находили и совсем маленькие образцы. В принципе, создать такие штуки мог бы и древний человек. Вот только нигде поблизости нет и следа каменоломен. Откуда они взяли материал? Багдадская батарея При первом приближении группа археологов сочла артефакт очередным глиняным кувшином. Однако тщательный анализ заставил ученых буквально схватиться за голову. Очередная партия глиняных горшков имела внутри медный стержень с признаками кислотной коррозии. Если вы хоть как-то учились в школе, то уже должны понять, в чем дело. Вероятно, что в этих горшках когда-то была жидкость, которая взаимодействовала с медью и продуцировала электрический заряд. По сути, ученые нашли аккумуляторную батарею возрастом в тысячу лет. В 1997 году Американское национальное управление океанических и атмосферных исследований зафиксировало странный звук в океане. Такой громкий, что его отсканировали сразу два микрофона, расстояние между которыми составляло целых 3000 морских миль. По волновой схеме ученые смогли определить, что звук был произведен животным, но в природе не существует животных таких размеров. Хотя, может, это был сам Нептун? Вот совсем немного из того, о чем хочется говорить, хочется рассказать другим. Я думаю, в ближайших обзорах я вернусь к теме непонятного и неизведанного. Ну, на сегодня все. До свидания. Мир вашему дому. До встречи.